здравствуйте дорогие друзья с вами вновь дом хозяйства отдых и заработок и так сегодня видео о том как произвести проверку места течи теплообменника в прошлом видео теплообменники щегунных батарей примерно месяц назад я написал что он потек и просил чтобы вы внимательно отнеслись и не делали скажем так возможных ошибок сам процесс изготовления теплообменника уже год назад вот в этом видео надежный теплообменник печи чугунных батарей видите он получился не совсем чугунный не совсем надежный и сегодня мы выясним почему вообще все вопросы которые вас интересуют по печи с теплообменником по разводке отопления вот эти два плейлиста здесь все от строительства колпаковой печи до установки теплообменника поэтому вся информация здесь есть а теперь смотрим что же произошло сделал такую простую установку чтобы он немножко был скажем так под углом вверх через это отверстие заливаю а сюда установил кран чтобы воду залить вот видите кран там виде ну сфотографировал всю схему здесь на фотографии плохо видно сейчас я включу видео вот здесь вот мокреет а швы как ни странно вернее точки соединения между собой батарей не пустили у меня была надежда что возможно ну не удержали швы и можно было переделывать допустим с помощью асбестовой нити как некоторые писали ранее заходим на видео я вот показываю что здесь немножко мокро уже между вот батареями странно не выдержал чугун я надеется что пустили соединение но интересно что без явной трещины а вода сочится сейчас еще добавлю водички и вот только протер уже опять мокреет что интересно абсолютно мокреет по собой конструкции так что не соединение виновата а сама батарея не выдержала может быть некачественная может быть но идея права ну что дорогие друзья попытаемся подвести итоги сама по себе идея надежного теплообменника в печи чугунных батарей интересная определить в чем причина прорыва воды именно по корпусу чугунной батареи очень сложно почему потому что современная может быть отливка такая некачественного возможно сама по себе форма батареи ну как бы привела к тому что произошел разрыв ибо старый чугунной батареи были без внутренней ставки вот этой вот трудно сказать пишите ваше мнение он не исключено что вы мне что-то подскажете а сейчас я настроил сварить из чугунных труб конечно будет идеально если найду именно трубы которые используются котловые теплообменник определенной формы чтобы он был в клопаковой печи обогревал весь дом наличие теплообменника печи по позволяет наладить все начиная от теплых полов отопления воду горячую в кухне ванны ну и скажем так все удобства спасибо за внимание жду вашего мнения жду ваших подсказок надеюсь что у кого-то все-таки работает и кто-то подскажет более правильное решение сейчас и настроен именно то что сказал найти котловые трубы свои теплообменник из этих труб дом хозяйства отдых и заработок подписывайтесь ставьте лайки дизлайки как вы считаете что проще что надежней на следующей встречи до свидания